Уважаемые коллеги, год назад мы приезжали на завод Coca-Cola, чтобы продемонстрировать свою программу. Сегодня, спустя год, мы опять приехали сюда посмотреть, как здесь настроен процесс, используется ли программа, приносит ли она пользу и так далее. Все наши вопросы мы адресуем Каниле Аверниеву, который является руководителем этого проекта. Все, пойдем. Это о транзакциях, в которой у нас работают бригадиры. Как выглядит процесс? Мы сделали макрос, написали, который выкачивает данные о загрузке, список, что едет в машине, выкачиваете из САПа, соответственно, выкачиваем из САПа, да, заранее. Затем, исходя из этого списка, находим шипменты, которые будут грузиться следующий, в эту же машину, в эту же машину. То есть, вот все, мы открыли этот файл, вот у нас полный список загрузок, который едет. Мы его открыли, вот, допустим, берем, условно, да, вот, 628-555. Здесь будет двухлитровая продукция, 26 палет, или, ну, нам, это довольно сложно сейчас будет посчитать, но, то есть, на это будет тратиться немножко больше времени, здесь с наборами. Ну, и все, берем то, что проще, 26 палет, двухлитровой продукции, одинаковый вес, соответственно, дальше находим эту вот загрузку. Здесь, нашли ее, видим, что она еще не загружена. Запускаем программу. Программу траковой. Да, программу траковой. Да, программу траковой. Да, машины. У нас мы пользуемся усредненными данными. Мы выбрали универсальный подход, что мы, там, у нас есть собственные машины Coca-Cola и машины, там, которые приезжают. Там, термос, REF 18 тонн и TEN 15 тонн. Используем всего четыре типа. Почему Coca-Cola выделили в отдельный тип? Потому что она гораздо современнее, чем большая часть парка, который у нас приезжает наебанная. Это два литра. Вот, вес совпадает, размеры все совпадают, значит, выбираем. 26 палет, нажимаем подростку, расчет. Данный документ сохраняется. Следующее действие, этот шипмент находится в системе. И к нему прикладываем, к нему делаем приложение. Все, собственно, прикрепили. Дальше уже бригадир, когда... Ну, можно прийти к бригадиру. 24,92. Бригадир, тот же самый. 24,92 находим. Вот, 24,92. Его находим. Здесь бригадир список приложений. Находит нашу схему загрузки. И в процессе, когда... Ну, когда уже выписана загрузка, он распечатывается ее. Погрузчик вывез все на ворота и воткнул загрузку к загрузку. Смотрим по тех пор. Повышенную витализацию мы просто визуализировали по всему. То есть, на складе в нескольких местах она висит. Если водитель знает, что у него такой вот список загрузок, он может подойти, посмотреть и уточниться. А это схема повышенной витализации? Да, это 23 тонны. Сколько они? По 23 тонны вывезут. Молодцы. У нас некоторые вывезут по 19. Молодцы. У нас много подручек. Все вывез. Весь шипманд, когда его согласно своему заданию. И после этого вывезает схему загрузки в ближайший полет. Когда маленький подручек подъезжает, начинает грузить схему... Он начинает грузить данный шип, он достает схему и согласно этой схеме смотрит, какая продукция, куда должна встать. Здесь у нас продукция однородная, поэтому для него разницы никакой. Когда продукция разная, то просто по каждому кардиналу находит по обозначениям А, Б, Ц и согласно ним грузит. Вот прям. После того, как он загрузил, бригадир может проверить, может не проверять. Но у нас для этого есть весы как контроль. Соответственно, если машина уходит с перегрузом, то ее возвращают обратно на загруз и ее исправляют. Машина подгрузила по схеме и она едет на весу. Мы ее проходим через весу со скоростью 5 кг. Мы взвешиваем в динамике. В тот момент там камера уже считала номер машины. Возитель в процессе пока едет, он может смотреть на табло и видеть, сколько на каждую ось высказывает его нагрузка. Все, собственно, после этого он выезжает на ворота и его досматривает. Сейчас он пойдет к диспетчеру за результаты. Вот что мы возьмем. Вот, собственно, машина проехала. Водитель к нему подходит с документами. Отсюда мы видим результат ее взвешивания на каждую ось. Также запечатлелась фото машины. Собственно, вот она проехала. Считался ее номер. Выдались результаты по осям. Вот, если необходимо играть. Собственно, в таком вот виде водитель получает на руки бумажку, чтобы его никто не оббежал на маршруте. Указано, что необходимо в этом акте. И также мы прикладываем свидетельство о поверке весов, чтобы не было никаких вопросов и претензий. Расскажи, вот если по схеме у нас одни нагрузки, а вы получаете другие. Насколько часто это бывает, да? Ну, мы как троллим, на самом деле, главное перевес. То есть у нас перевес в среднем 4 раза в день. То есть если из брать 60 машин, которые уходят в дневную смену, ну, там, вру, не 60, там, 50, то 4 машины, это, ну, может, сами посчитать, сколько процентов? Процентов 8. Да, 8. Да, то есть, ну, в данном случае, как правило, всегда это ошибка погрузчика. У нас не было такого, что еще вот именно там схема ошиблась или... Да. Вот погрузчик проявил инициативу, погрузил по-своему, причем он, как правило, знает, что он ошибся. Ну, думал, что прокатит на аут. Я думаю, что в среднем сейчас где-то, наверное, только процентов 50 погрузчиков грузится по схемам, потому что еще в культуру не вошло. Вот они превышали грузить по-своему, как и... Ну, вообще штрафы прекратились. Штрафы на этом заводе их и не было. Сейчас мы будем смотреть, что в Самаре. Вот там вот будет интереснее всего. Потому что там штраф приходит два раза в месяц. И там что программы, что весы окупятся... В заключении мы покажем новую возможность программы Треклодер по массовой обработке заданий на погрузку. Перед нами файл с планируемыми отгрузками, похожий на тот, что обрабатывался ранее. В нем перечислены наименование и количество продукции, а также указан транспорт, в который она должна быть погружена. Загрузим этот файл в специальную утилиту, чтобы она поместила все планируемые погрузки на сервер Треклодер. После этого любой пользователь из оболочки программы Треклодер может проверить активные задания на сервере. Выбранное задание сразу попадает в список на погрузку для дальнейших расчетов и анализа. Любые ошибки при вводе данных будут исключены. Спасибо за ваше внимание.